приветствую вас дамы и господа в этом видео будем разбираться с изменениями хорьи 3 в патче 125 у хорьи 3 заберут 200 хп будет 1800 также заберут 50 миллиметров брони в рубке будет 250 сведения было 2 и 5 будет 2 и 2 точность 034 превращается в 03 также стабилизацию от поворота и движения ходовой ухудшают на 57 процентов мы уже с вами разобрались в том что циферка которая показывает сведение у всех танчиков это та цифра которая показывает за сколько прицел уменьшится в два раза вот круг сведения уменьшается в два раза за столько-то там секунд вот и все что эта цифра показывает вот у нас ухудшилась стабилизация на 57 процентов то есть когда мы двигаемся наш круг сведения очень большой но больше чем был но при этом нам улучшили сведения этот большой круг сведения теперь будет сводиться не за две с половиной секунды а за 2,2 также то что меня сподвигло сделать такое видео это видео от юши где он рассказал что нерв хорьи 3 якобы пошел на пользу этому танку это конечно вырвано из какого-то там контекста полностью смотреть его всю творческую деятельность у меня желания нет он там чё-то с кривой пушки куда-то стрелял по стоячим танкам и рассказывал вот видите ли все равно попадает стреляет пробивает а говорили типа играть невозможно давайте разбираться в чем юша ошибся что сказал не так своем видео а также для тех кто его не смотрел просто будет наглядно видно и понятно как ребалансе танки в игре и как показывают нам какие-то там циферки сведения но на самом деле что они себя представляют и визуально будет видно что нас ждет в следующем патче 1.25 на танке хорьи 3 и так берем хорьи 3 на основном сервере в патче 1.24 оборудование у нас и на тесте в патче 1.25 и на основном сервере 1.24 будет одинаковая досылатель умп вентиляция про актуальность этого оборудования мы говорить не будем это оборудование я поставил для теста чтобы оно было одинаковое и там и там и мы наглядно все увидели одинаковый экипаж одинаковое оборудование хотел бы я сказать что еще и полевая модернизация одинаковая но нет поскольку в патче 1.25 полевая модернизация у хорьи 3 становится с ролью снайпера то первые три варианта в парной модификации у нас одинаковые и в патче 1.25 и в патче 1.24 но вот последние две парные модификации в полевой модернизации у нас И в патче 1.25 можно улучшить точность сведения и ухудшить ДПМ и мощность двигателя. Либо наоборот, улучшить ДПМ и улучшить мощность двигателя, но ухудшить точность сведения. Мы посмотрим на два варианта, где улучшено сведение и точность, и где ухудшено сведение и точность. И наглядно будет видно, насколько действительно Хори-3 в патче 1.25 будет исполнять роль снайпера. На основном сервере у меня у Хори-3 получилась точность 0.29, сведение 2.28. Без полевой модернизации в патче 1.25 у Хори-3 получается сведение 1.91, точность 0.26. С улучшенной полевой модернизацией на точность, точность получается 0.24, а вот сведение 1.95. При том, что мы даже на одном этапе улучшили сведение, потерял при этом немного мощность двигателя. Но на основных серверах у меня тоже улучшена точность и ухудшено сведение. Так что на половину полевой модернизации одинаковая, отличается только конечная часть, там где добавили вот эту роль снайпера. И при этом при всем все равно сведение получилось хуже. Поэтому получается, что без полевой модернизации сведение даже немножко лучше. Но в патче 1.24 сведение было вообще 2.2. Поэтому в общем и целом сведение улучшилось немножко, точность тоже улучшилась. Но вот давайте теперь посмотрим на самом деле, что происходит со стабилизацией, со сведением. И вообще комфортно ли будет стрелять с Хори-3 в патче 1.25. Сначала смотрим сравнение. С левой стороны у нас будет Хори-3 из патча 1.24. Мы разгоняемся до 30 км и просто бросаем кнопку ехать. Танчик сам останавливается, сам начинает сводиться. Смотрим, какой при этом круг сведения у нас получается. И мы видим, что без полевой модернизации в старом варианте все было намного лучше. Даже пушка сводится немножко быстрее. И вообще во всех вариантах сведение практически одинаковое. Даже наверное в патче 1.24 немножко быстрее сводилось орудие. Чем в новом варианте в патче 1.25, где казалось бы сведение быстрее. Там примерно 1.9 сведения. Но при этом при всем оно либо немножко везде отстает, либо примерно одинаковое. И при этом при всем мы видим, что если не прокачивать полевую модернизацию, или если ее прокачать в патче 1.25, все на точность или все на ухудшение точности сведения. В любой ситуации стабилизация намного хуже в патче 1.25, чем было раньше. Так еще и сведение нифига не быстрее. Из-за того, что всегда сводиться приходится с большего круга, то по факту улучшения какой-то там точности на ходу нет. Юша в своем видео сказал, что даже на ходу точность лучше. Видите ли, математика там, все дела. Посчитайте там то, сё. Вот визуально видно, что точность на ходу в разы хуже в патче 1.25, у хури 3. Все, вот тебе и математика. Даже сведение нифига не помогает, оно ни разу не быстрее. Даже я бы сказал, что в патче 1.24 там на долю секунды быстрее сводится. Да, там финальная циферка точности немножко лучше. Ну или может быть множка, была 0.29, если все прокачать на точность, будет 0.24. Но по факту, я вот поиграл на тесте, даже с ухудшенной точностью, где там 0.26 получается, в патче 1.25, я точно так же стреляю в танки, которые подставляются, точно так же ВБР захотел попал, захотел не попал, захотел пробил, захотел не пробил. Все, я свелся, прицелился, нажал кнопку и дальше полетело оно там само решать, что ему там надо. Все, прям глобально какого-то снайпера я не увидел. И насколько часто вы будете исполнять эту роль снайпера? Прям все карты приспособлены для того, чтобы отыгрывать роль снайпера. Прям в каждом бою ты только кемперишь, все тебе светят, враги подставляются, класс. На мой взгляд, намного больше боев, где нужно ехать и что-то делать, чтобы влиять на исход боя. И как раз таки в этой ситуации нам отрезали ХП, нам отрезали много брони. Я, конечно, извиняюсь за то, что немного затягиваю видос и что-то там пытаюсь разжевать каждый микромомент. Но некоторым танкистам, наверное, даже несколько раз нужно разжевать, зато они все поймут и будет понятно. Для кого-то этот видос, конечно, покажется, наверное, затянутым, но зато все понятно от края до края. Подведем итоги. Стабилизация очень сильно ухудшилась, сведение нифига не улучшилось. На ходу или во время остановки, где ты начинаешь сводиться, стрелять, здесь роль снайпера как-то уходит на второй план. Стрелять будет тяжелее в динамике, в движении, в быстрых активных боях, которых сейчас много. Стоя на месте, где ты АФК, просто смотришь вдаль при полном сведении, стреляешь. Здесь, да, точность улучшилась. Еще в зависимости от того, прокачаешь ли ты полевую модернизацию и что ты в ней еще будешь выбирать. Поскольку тут вся роль снайпера завязана в основном на прокачке полевой модернизации. Да, в целом-то и самому танку немного точности добавили, но с таким ухудшением стабилизации, это, конечно, да. Но самое основное, что танку отрезали, это возможность хоть кого-то танковать, поскольку даже на восьмерке выезжать с броней 250 в рубке страшно. Я уже молчу про десятки. И вы можете написать в комментариях, нерв это или ребаланс Хори-3. На мой взгляд, отрезали намного больше важных вещей у этого танка, чем далее. Вот смотрите, улучшение точности компенсируется ухудшением стабилизации. Ухудшение стабилизации немножко компенсируется сведением, но это не сильно помогает. Если бы сведение не улучшили с таким ухудшением стабилизации, то танчик сводился бы намного дольше, чем в старой версии 1.24, где сведение 2.2. Здесь сведение оказалось бы 1.9, и то оно нифига не успевает. А было бы еще хуже. А вот чем компенсирует то, что у него броню и ХП забрали? Это никак не компенсируется. Скорости бы там хотя бы накинули. Честно говоря, я не понимаю. На мой взгляд, получился не снайпер, а какой-то полууниверсал, который и там не особо что-то может, и здесь тоже такое себе. Лично для меня в танке сделали то, что я больше всего не люблю. Это огромный круг сведения во время движения, плохая стабилизация и долгое сведение. Вот как раз таки то, что я не люблю в танках, все в хури теперь есть. Ну а Юша, конечно, великий математик. Что-то там насчитал, хотя бы в игре проверил, что что-то там не совпадает с его математикой. И на ходу точность вообще нифига не лучше. Я думаю, вы теперь что-то поняли про хури 3 в патче 1.25. И в принципе, как ребалансятся танки, и насколько бесполезная цифра скорости сведения орудия, которая нифига не отображает то, что реально хотелось бы узнать. За сколько реально пушка сводится. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока.